Приехали в Парк Патриот. Это главный храм вооруженных сил, который недавно построили. Освящен он в честь воскресения Христова. Перед храмом площадь, размером как красная в Москве, здесь вот такой вот, как бы, лючок, обозначающий, что эта дорога ведет к храму. Вокруг храма вот такая вот анфилада помещений, выкрашенных в защитный цвет. Это называется дорога памяти. Война продолжалась 1418 дней, поэтому вот идешь по ней, и там постоянно отображается, что в конкретный день было. Над порталом висит чеканная или литьевая икона спасания рукотворного, два ангела, Гавриил и Михаил справа и слева от Иисуса. Вот такой вот строгий декор в стиле милитари. Все плиты при входе металлические сделаны из брони немецких танков. Ступени, которые ведут вверх, в том числе. Вот такая символика. Вот такая прихожая в голубом стиле, оформленная. Наверху керамика. Потолочек красивый. Толочек. Справа и слева все ангелы и архангелы, которые помогают воинству. А вот это мозаичное панно изображает тот момент, когда Иоанн-Креститель в Иордане крестит Иисуса Христа. Святой преподобный Сергий Радонежский. Именно он послал помощников Дмитрию Донскому, чтобы в 1380 году победили и прогнали с Руси татар-монголов. А это преподобный Серафим Саровский, который молился в лесу на камне для того, чтобы снискать благодать. Посреди храма находится архиерейское место. Когда здесь патриарх бывает, то здесь он располагается и наблюдает за службой. А вот алтарная часть. Еще одна сцена – крещение Господня в Иордане. И Святой Дух, который в виде голубя сходит на Иисуса Христа. Мы идем в крестильню. Вот здесь вот купель, где детишек крестят, либо взрослых людей, которые хотят приобщиться к нашей вере. Здесь вот водичка, она, видимо, все время теплая. Втолок очень богато декорирован мозаикой. Практически везде мозаика. Видимо, это большая купель для взрослых людей, для солдат. А вот эта вот маленькая для младенцев. И перед большой красивой иконой Иисуса Христа. Даже вот такой вот пеленальный столик, и то выполнен с красивым декором, который повторяет декор на стенах. Посмотрите, какой красивый латунный подсвечник. Произведение искусства. На стенах есть еще и растительный декор. Здесь изображены деревья и кустарники. Видимо, наши решили повторить Софию, которая находится в Стамбуле. Декор превосходит все раннеизвестные мне храмы. Это святой князь Владимир, который крестил Русь. Понятно. 999 год. Конечно, богатства здесь много вложено, поэтому за такую красивую жемчужину в Подмосковье можно и дачу в Геленджике простить. Это мы побывали только в нижнем пределе. Основной храм наверху. Сейчас мы туда и пойдем. Поднялись по лестнице, и вот здесь такое боковое великолепие предстоит. Сегодня понедельник, все музеи закрыты, поэтому народу очень мало. Вот такой вот вход в храм. Выполнен, я бы сказала, даже в стиле модерн. Очень уж эти расплавленные брызги не похожи на классический декор. Вот это вторая створка двери. Это когда икону по поручению Сталина возили в самолете над Москвой. Вот этот момент изображен. Это предел. Вернее, это вход. Конечно, скульптурное изображение Иисуса Христа притягивает к себе взгляды всех входящих. Боевые знамена. Битва за Днепр. Освобождение Украины и Крыма. Освобождение Белоруссии и Прибалтики. Размеры, конечно, грандиозны. Поражают своим масштабом. Если внизу мозаика, то своды потолка выполнены из стекла. Витражные стекла просто переливаются разными красками. Кстати, вот для тех, кто встречает иностранных гостей, у нас в стране отличное место, в которое можно привезти их и гордиться за отчизну. Вот и здесь архиерейское место тоже. Хорошо, что здесь разрешено снимать. Вот различные съемочные группы разных каналах. Сюда приезжают и снимают видео. А вот так выглядит западный предел. Мозаичное панно, изображающую Деву Марию с младенцем. И вот такие вот фрески. Мозаичные над порталом. И в боковых нишах. Конечно же, можно поставить традиционную свечку. И помолиться за близких перед иконой Девы Марией. А вот это икона всех святых. Если вы хотите поставить свечку своему ангелу-хранителю, то наверняка среди сонма этих прославленных святых найдется и ваш ангел-хранитель. Поэтому я равнопостольной княгине Ольге поставлю свечку вот на этот красивый подсвечник. Вот наш апрель. Леша там апрель нашел. Вот показывает. Двери металлические выполнены тоже в таком вот массивном брутальном декоре, изображая всех святых воинов. Мозаичные изображения Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы и воинства русского. А это мозаичные изображения Александра Невского. Победители Ледового побоища и Невской битвы, прогнавший шведов и всяких северных завоевателей. И вот такой вот трептих красивый с изображением Иисуса Христа. Поэтому здесь я поставлю свечку спасителю тоже. Справа от алтарной части вот такая вот красивая, выполненная из латуни, стойка с изображением Иисуса Христа. И даже здесь есть мощи, поэтому будет полезно мне приложить свой крестик сюда. Вот здесь изображение в восточной алтарной апсиде Иисуса Христа можно рассмотреть в деталях. алтарная часть. Если ее рассмотреть, то можно понять, в честь кого этот храм был освящен. Вторая икона справа от царских врат всегда та, которая знаменует события. Царские врата, диаконские врата. И вот икона, в честь которой освящен храм. Икона Воскресения Господня. Воскресенский храм. Вот еще одни врата боковые. В них изображение ликов святых правителей Руси. Вижу я святую княгиню Ольгу с крестом. Вот она. Моя святая. А вот и икона целителя Пантелеймона. Сегодня день его прославления. И поэтому случилось так, что именно в этот день он меня привел в храм, где есть его икона. И поэтому обязательно нужно поставить свечку ему. Всех с праздником! Святитель Пантелеймон, моли Господа Бога обо мне грешной. Посмотрите, как красиво на всех подсвечниках есть специальные такие места, где вставляются живые цветы. И цветы меняются каждый день. Видите, специальная такая подставочка. Идея очень хорошая. Все-таки этот храм во имя памяти наших предков, поэтому свежие цветы ежедневно в этом храме очень уместны. Очень красиво в виде креста в плане выполнены паникодила церковные светильники. В левом пределе храма вот такое изображение Голгофы и много-много свечей перед ним. Это дерево и стекло. Подошла поближе, пощупала и поняла, что я ошиблась. Это кипс. Холодный на ощупь, как камень. Просто покрашен такой бронзовой краской так, что смотрится издалека к дереву. Такой вот восточный орнамент сбоку. Вообще очень много восточных мотивов в декоре. Совсем непонятно почему. Видимо, потому что мы большей частью все-таки азиатская страна. Как раз здесь и находится панихидный стол. Он всегда в любых церквях бывает не круглый, а квадратный. Здесь прямоугольный. И здесь как раз ставят свечи за упокой. За упокой всех погибших за упокой моих родственников, которые умерли. Царство им небесное, жизнь вечная. Свету завтра святил благодать и обитель всех творений, силу, кто будет тесучать, юношу, при крови творяну, во подразмертель спасаться. Всех правду это панно, видимо, сделано для того, чтобы в веках у наших детей осталась память о том, как штурмовали Кеннцберг, освобождали страны Восточной Европы, что битва за Берлин все-таки была, чтобы помнили, что фашистская Германия все-таки капитулировала. И Японию тоже во время войны мы разгромили. А вот эта икона посвящена моему любимому Николаю Годнику. Молитва детская такая, которая меня научила тетка, звучит так. Николай Годник, встань на пороге, помоги рабе Божией Ольги, не оставь ни днем, ни вечером, ни утром. Аминь. Вот такая детская молитва. Всю жизнь ее произношу, и он мне помогает. Как раз здесь и находится панихидный стол. Твоим небесная жизнь вечная. Вот так вот с возвышения храма смотрится дорога памяти. Вообще вот этот мой любимый салатовый цвет. Он очень хороший в декоре. Среди растительности нашей он просто теряется. Смотрите, совершенно пропадает на фоне леса. Недаром это мой любимый цвет.